Всем привет! Кто меня смотрит и кому это интересно? Возможно, кто-то смотрит, потому что остались какие-то считанные часы до встречи нового года и считанные часы до окончания этого минувшего года. Хочу показать цветение моих орхидей уходящего года. Это анцидиум затааном. Это природный анцидиум. Цветет он всегда без проблем. У кого есть любовь и желание к выращиванию анцидиума, советую всем. Очень благодарное растение, очень красивые цветы. Он чем-то похож на твинклей, но это не твинкль. Он похож только тем, что у него такие же мелкие цветочки. Есть легкий такой нежный аромат, вкусно-конфетный. И псевдобульбы у него... Сам он компактненький, бульбы растут очень плотно друг к другу. И всегда бульбы у него... Вот видите, какие они такие более вытянутые, более крупные. В это время он всегда цветет очень красиво, зимой. Я его зову сиренькой, потому что его цветочки действительно похожи на веточки сирени в это время. Так, рядом с ним один из первых пошел. Это дендроби в ноге, лингибридные белые цветы. Вот распустилось два цветочка на одну псевдобульбе. И распустилось два цветочка на следующей псевдобульбе. Остальные пока только бутонят совсем довольбы. Так, кто у меня тут еще? А вот недавно купленный мой гибрид. Это Лаэлия Алаурия на Синкарангеле. И мне не получается ее хорошо сфокусировать, показать ее цвет. Она такая нежно-нежно сиреневая, с желтым горлышком. Цветочек небольшой, посмотрите. Но какой он нежный и красивый. Я видела в интернете, когда такие эти орхидеи цветут. А сама она компактненькая, очень хорошенькая. Очень красиво цветут, когда их много цветов. Очень красиво смотрится. Так, продолжает свисти тут у меня еще мой паучок дендробиум, о котором я делала видео на сломанной псевдовольбе. Он тоже очень долго всегда цветет. Тут еще у него есть две псевдовольбы. Вот такими цветами красивыми. Эти цветочки немножко не такие яркие, я уже говорила, как наверху. Тут они больше получают света. Тут вот рядышком собирается зацветать мой один из манелиформы. Так, вон какой длинный цветонос. У какого-то моего фаленопсиса. Умерять здесь сколько на крыши, но сейчас там нереально умирать. Так, много сейчас с цветоносами, но сильно маленькие показывать не буду. Покажу те, которые хорошо видно. Цимбидиумы только собираются распускаться. В этом году намного позже, потому что тут нет у меня подсветки. Некоторые обломанные, некоторые только растараются. У некоторых вот только такие, только растут, собираются. Беленькие вот собираются зацветать. Первые цветочки начинают открываться. Мой желтый лимончик свое уже гордо отстоял свой срок. Он уже оцветает, уже видны следы увядания. Вот листочки начинают увядать. И вот готовится он. Даже один цветочек упал. Готовится к следующему году. Мои мозды-вальки тоже доцветают. Последние выстрелы, как я говорю. Вот сейчас они цветут. Немножко еще. А потом у них будет какой-то такой небольшой период отдыха. Такой выдоха. И будут свести по новой. Вот сколько цветоносов только видно. Я где-то показывала, можно будет посмотреть. Это одна из панфликастов. Вот с такими уже цветоносами. Это с одной стороны. И с другой стороны. Но была бы света не такая халатная. Было бы их больше. Их залило много. Пшик-пшик-пшик. Невнимательно. Быстро. Времени не хватает. Полить ее надо. Сейчас она пьет много. Ну ничего. Этого хватит. Последний ход будем беречь. Так. Ну, этих я показала, кто тут цветет. Сейчас мы пойдем в теплицу. Посмотрим, кто там цветет. Вот мы в теплице. И продолжу. Я здесь тоже цветением мазды валий. Значит. Это моя козявка. Самая цветунья. У нее сейчас очень много цветоносов. Опять новых. И некоторые цветочки завяли. И некоторые только собираются открываться. Так. Здесь эта оранжевая красавица. Она прям такая сейчас салая, красивая. Я их сегодня полила всех в этом году. Последний раз. Вот она. И там за ней стоит галандулоза. Вот ее цветочки. Не хочу тоже их трогать доставать всех. Стоят им там так хорошо. Галандулозик. Галандулоза дак. Нет. Это каудата. Господи. Я уже забываюсь. А это гибридная. Я не помню какая. Но я видела на сайте Эквадора. Очень-очень похожа гибрид с названием. Но их там много похожих. Вот такая. Тоже уже заканчиваю цветение свое. Ну, конечно, цветение у нее шикарное. Так. В желтых тонах к Новому году. Долго-долго как цветет. Вот это моя красота, которая гибрид лимбагоросума Россия и адеаурантики. Какое долгое цветение. Это моя курочка ряба. Так и цветет красиво. Долго-долго-долго-долго. Тут рядышко же с ним цветет желтенькая котлея, которая совсем недавно расцвела. Вот она, эта красавица, которую я уже показывала отдельное видео. Которая впервые расцвела. И в этом году, и вообще в ее жизни. Рядом же с желтой котлеей начинает распускаться еще одна желтая котлея. Это у меня, вот, это гибрид Little Fairy Flower Ball, мячик. Действительно, здесь у нее 10 бутонов. Но только-только начинает распускаться. Вот видно цветочек, тоже красивенький. С красненьким язычком. Вот такая красавица. А вот здесь уже анцидиум твинкль. Мой лимончик желтый. У него очень много цветоносов. Много обламывала я. Они продолжают там боковые веточки пускать и цвести. Вот первых два цветочка. Первых два цветочка. Так его и не видно. Веток много. Они все теряются в зелени. И хорошо их не видно. Это один из моих фаленопсисов. Какой он ароматный. Я его так люблю. У него вот один цветонос. Цветочки только-только начинают открываться. Даже что корень не могу поймать. Он какой-то такой нервно-сиреневый с крапинками. Я значит в них не спец. Это какой-то гибрид, который я как-то так купила просто в магазине. Цветочки небольшие. Цветочки небольшие. Ну а такие ароматные, может кто-то не знает, как его зовут. Явно какой-то гибрид, мне кажется, там шалериана может быть. Или что-то такое. Ну как он пахнет. Такими духами. Тут у меня еще один ароматик есть. Такими духами сейчас. Один цветочек. Но духи на всю теплицу эти двое сейчас издают. Кокедама продолжает радовать. Сняла ее, повесила просто вниз сюда. Чтобы можно было ее лучше показать. Цветы такие свежие. Хоть уже и давно цветет. Это когда я показывала цветение Кокедама. Цветы такие яркие, красивые. И тут где-то я видела, начинает распускаться еще один цветочек. Такая она живенькая, вся красивенькая. Так, а это Бакерия. Тоже ей трудно показать. Это Бакерия. Не знаю, что-то плохо камера тут. Я не знаю, то ли от влажности так концентрирует. Наводит резкость. Так, вот там у меня такие вот красивые бутончики. Как яйца куропаток. Тонора Токунага собирается цвести. Скоро покажу. Так, тут еще с бутонами у меня моя Майкай. Так, с бутонами еще. Так, вот там вот девчонки стараются тоже стоять с бутонами. Ах, вот еще у меня тут такой вот дружок цвечет. Фалинопфис. Маляркин. Так, кто еще? Ах, забыла. Сейчас покажу один дендр, который в этом году меня обрадовал наконец-то. И хочу показать. Расцвела моя дендр... Делда. Дендровиум хризантум. Так, и он висит у меня совсем на другом месте. Это его сюда повесила, чтобы показать два цветочка. Потому что там в другом углу совсем висит. Вот. Покупала я его сеянцем. Как три года до цветения. Расцвел через четыре. Мой страдалец. Наконец-то он показал свое лицо. Шикарные цветы. Он должен цвести вообще большими гроздьями. И много гроздьями. Но я рада этим цветочкам. Значит, взрослый. Значит, теперь будем стараться цвести. Почаще. Ну, не почаще, а регулярно. И не двумя цветочками. А большими гроздьями. Несколько цветочков. Очень красивый. Мой любимый цвет. С красными глазками. Так, вот еще у меня зацвел один дендробиум. Совсем я за него забыла. Вот такой красавчик. Я сняла влог. Сейчас я его ближе покажу. Это дендробиум христианум. Трясется весь у меня в руках. Какой он ароматный. Это один из моих черноволосиков. Там еще много новых ростов. И заявочек на новые цветочки. Я очень люблю эти дендробиумы. Так, он у меня так трясется в руках. Он сам трясется, как я не знаю кто. Вот он поближе. Вот он такой красивый. Не дрожи. Не дрожи, дружок. Вот так выглядит блог. Напились, наелись сегодня. Я ему сегодня уже праздник встречать буду. Сытыми, наведенными. Так, ну вот и все. Вот такие цветочки, бутончики. Ну, бутончики я не все показала. Если бутончики показывать, это будет надолго. Ну, и Дедом Морозом в этой всей компании будет дендробиум эпидендрум. Который зацвел совсем неожиданно для меня вот такими цветами. Я сделаю о нем отдельное видео. Такой пышный, красивый куст. Но цветы совсем не такие, как были в прошлый раз. И его цветение. Но это они еще немножко ярче стали. Вот такое вот чудо-юдо. Вот такой краткий обзорчик моих цветущих орхидей уходящего года. Ну, и как всегда, желаю вам всегда отличного настроения. Удачи всегда и везде. А еще желаю вам отлично провести старый Новый год. Оставить в нем все плохое. И встретить Новый год, в котором будут сбываться ваши мечты. И реализоваться ваши идеи. Но самое главное, это всем-всем здоровья, благополучия, добра и мира. Большое спасибо, что были со мной ведь этот год. Ставили лайки, писали комментарии. Интересовались жизнью моих орхидей. Задавали вопросы. За все, за все, за все. Еще раз огромное спасибо. Всех с наступающим. Это очень скоро. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова